Суббару Мята и магазин из Ти-Клуба представляют Сборка самого надежного мотора на Суббару Поехали! Моторист снимает направляющие для клапанов ГБЦ прикручивается для дальнейшей ЧПО обработки ЧП-устанок растачивает, портирует каналы ГБЦ Устанавливаются направляющие для клапанов и ставятся в посадочные места Снимается фаска под новые направляющие, происходит их установка На ГБЦ устанавливается плита Производится развертка под новый клапан Производится промерка плоскости ГБЦ А также шлифовка ГБЦ и выравнивание плоскости Детали окунаются в специальный раствор в ванную, чтобы избавиться от стружки, масла или иных частиц внутри каналов Производится примерка и установка клапанов Плоскость торца клапана полируется и подтачивается Для подгонки под определенные регулировочные стаканчики Клапан мажут сборочной смазкой и устанавливают Также устанавливаются пружинки, ретейнеры и маслосъемные колпачки Производится так называемое засухаривание ГБЦ Наконец, клапана установлены и с ними закончили Черный коленвал и кованые шатуны окунают в ультразвуковую ванную для очистки Моторист разбирает шатуны на две части Отбираются, устанавливаются и зажимаются вкладыши Производятся замеры внутри шатуна Производятся замеры коленвала Добавляется сборочная паста Устанавливается шатун, промеренный по вкладышам и по размерам Графитовой пастой смазывают болты шатунов Итак, все четыре шатуна на своих местах Болты на шатунах затягиваются строго по инструкции Устанавливаются коренные вкладыши На болты блока наносится масло Две половинки блока стягиваются болтами вместе Производится промерка перед установкой коленвала Детали продуваются сжатым воздухом Устанавливают заводскую номерную маркировку IAG Шатуны обрабатывают сборочной смазкой Заглушки шатунов устанавливаются, чтобы не поцарапать блок Ставятся стопорные кольца Ставятся стопорные кольца Устанавливаются поршневые кольца Половинки блока разбираются Идет подготовка к установке коленвала поршней и шатунов Обработка вкладышей сборочной пасты Плоскость смазывается герметиком Установка коленвала и шатунов Болты ДВС протягиваются по регламенту Коленвалы шатуны выставляются в нужное положение для установки поршней Шатун фиксируется через техническое отверстие На поршень наносится сборочная смазка и он устанавливается Поршень фиксируется поршневым пальцем Также стопорным кольцом Далее данная операция повторяется для всех четырех цилиндров Для расчета степени сжатия промеряется, насколько западает или выступает поршень И вот шортблок готов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тех отверстия вкручиваются металлические заглушки Заводская маркировка удаляется и устанавливается маркировка IAG Производится установка усиленных шпилек ДВС Шпильки вкручиваются в блок и смазываются Устанавливаются прокладки ГБЦ А также некое подобие о-ринга Устанавливаются шайбы Закручиваются гайки на шпильках Гайки на шпильках протягиваются в соответствии с регламентом Аналогичные процедуры повторяются для другой ГБЦ Далее ставятся и промеряются распредвалы Регулируются тепловые зазоры в зависимости от модели валов Осуществляется примерка стаканчиков И вновь проверка зазоров Смазка постелей и распредвалов сборочной смазкой Производится окончательная затяжка болтов бугелей Клапанная крышка смазывается герметиком и затягивается Аналогичная процедура повторяется и на второй ГБЦ И вот, наконец, лонг-блок готов Более подробно о смысле ковки на Субару читайте по ссылке в описании А также переходите в магазин с Тай Клуб Су Если вас интересуют подобные крутые запчасти для вашего Субару Благодарим вас за просмотр Пожалуйста, подпишитесь на наш канал И на этом, пожалуй, сегодня все Всем пока!